Пятый канал представляет Ну все, давай, счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, мужик! Провода прикурить есть? Есть Выручишь? Да не вопрос Слушай, а ты где тачка? Бабуль, ну не по нашей этой части Ну а куда же мне еще податься, сынок? Старая уже пороги обивать. Сил нет совсем Что случилось? Уж месяц грязь по колено. Не могу нормально в магазин выйти Так это же не по нашей части Вот и я говорю Мы преступлениями занимаемся Так а что это не преступление? Людям жизнь портить Хорошо, проходите. Посмотрю, что можно сделать Ты серьезно? Мы чего теперь, благоустройством района занимаемся? Тебя лично никто ни о чем не просит Проходите, присаживайтесь Спасибо Здравствуйте Да, Жогин Слушай Понял Где это? Хорошо, скоро будем У нас труп Ой, что ж ты такое говоришь, сынок? Извините, работа такая Петрухин на девяносто два Возможно криминал С Мишей езжайте То есть ты не поедешь? Ладно, погнали, Миша Не из-за этого социального фонда Патюк, а у тебя нет номера муниципалитета? Нет Могу узнать У Ларисы должен быть, она им часто звонит Точно, пойду узнаю Вы подождите, я сейчас приду Может, чай? Спасибо, милок Спасибо Лариса Слушай, а вы там часто С Мишей в муниципалитете Ну, по поводу стройки своей А не могла бы дать контакты? А, да, конечно Сейчас посмотрю Вы обнаружили труп? Да, я нашел Я сам вот с этого дома А знаком с убитым? Так Иванович Сейчас Акиншин, точно Акиншин Акиншин, значит А что можете рассказать про него? Обычный мужик, работяга, водила Ну, может конфликтовал с кем? Да мы здесь не настолько грубым приглядываем Сами видите, дома все новые Ну И что? Вообще ничего за ним не замечали? Ну, Иванович поздно всегда возвращался Ну, места видите Все заняты Ну, машину и бросал, как попало Соответственно, народ-то нервничал из-за этого Гавкались постоянно Понятно, бытовуха Ладно, спасибо Да, всего доброго Миша, не оформи пока, гражданина Ну, что тут? Так Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы Били тупым предметом, думаю, что молотком При себе было что-то? Карманы пустые, может и ограбление Может быть А время смерти? Точно не скажу Но ночью он здесь пролежал, это факт Я так понимаю, место работы? Получается так, может съездишь? Слушай, да это бытовуха, по-любому Либо ограбление Мы пойдем со мной по месту жительства С родственниками пообщаемся Слушай, Миша Мне тут отскочить надо в соседний дом к знакомой Позвони Глебовичу, ладно? Толя Спасибо тебе, Минюк Теперь, если и мы с полицией позвонили Они точно порядок с ямами наведут Ну, а если нет, мы напомним вам себе Чтоб не расслаблялись У нас ведь работа такая Людям помогать Не переживайте, идите домой Ага, пошла А это Вот Возьми ей покушайте хоть Спасибо, мать, но мы не голодаем Но отказываться не будем Спасибо Всего доброго До свидания Пойду, разогрею Приятного аппетита Да, Миша Глебович, я не успеваю Можешь проверить место работы Акиншина? Понял, проверю Спасибо А чего ты опять сухомятку? Давай я тебе суп и налью Не надо Давай, давай А то еще желудок посадишь Вот так вот Держи, приятного аппетита Ммм Вкуснятина Запах Миша тоже очень борщ мой любит У нас история была Мы когда только-только познакомились Я Мишу на борщ пригласила Ну, наливаю ему тарелку Он ее съедает Ну, я ему вторую Он ее уплетает Я в шутку говорю Ну, что тебе, еще добавки? А он что? А он уплетает всю кастрюлю И только после свадьбы Мне уже признается, что Весь суп был пересолен Есть было невозможно И еле-еле им додавился Так, а чего он тогда его ел? Соленый же Приятно хотел мне сделать А, понял Так что было дальше? В смысле? Ну, съел он суп, а дальше что? Это же у вас типа свидание было? Ты, кстати, если тоже добавочки хочешь Ты не стесняйся Бери добавку Спасибо Пирожком догонюсь Ну, куда ты? В холодильник убери Они же испортятся Не, в холодильнике найдут А так мне еще на вечер хватит Только про это никому Договорились? Так и что у вас там с Мишей После борща-то? Все закрутилось, да? А? Как это произошло? Мы пока только выясняем Орсоятельства, Мария Михайловна Ваня был замечательным мужем Все делал только для семьи Настоящий мужик Рукастый Вот кран сломался две недели назад Так он сам починил Никогда никого, ни о чем не просил А может быть, кто-то мог желать ему смерти? Да что вы такое говорите? Он же не бандит никакой Не олигарх Простой водитель Кстати, говорят, здесь у вас Из-за парковки ссоры происходят Бывают А может быть, он чаще других с кем-то ссорился? Да с алкашом с этим Как его мама? Жора Жора Да, есть такой Пьет беспробудно А Шинка его мертвым грузом во дворе стоит В бане часто перед ним паркуются, поэтому Жоре это не нравится Да какое ему вообще дело? Сам-то не ездит А как мне найти этого Жору? Ой, что его искать? С утра до вечера по дворам околачивается Седой такой, в драном пальто Пройдите по округе Ой, встретите Спасибо, вы меня не провожаете? Выход найду До свидания Алло, Батюк Прови мне по базе одного человечка Ага Да не вопрос, сейчас сделаю А как его? Ага Понял Мы полгода как открылись Иваныч у нас с того момента и работал Товары разводил Ну и? Что и? Мировой мужик был Доставку все клиенты хвалили Вы и отзывы почитаете И потом, главное, не воровал Так и знал Что? Что не воровал? А это плохо Да что ехать к вам Пустая трата времени Ну вы, конечно, ничего подозрительного За киньшину в последнее время не замечали, да? Подозрительного? Да нет Нет, тут другое дело Он в последней неделе какой-то очень веселый был А чему радовался, не сообщал Я еще прикалываться над ним начал Ну, не стал ли он покуривать Извините Ну, знаете Радость без причины Тоже дело подозрительное До свидания До свидания Егор Глебович У Миши есть подозреваемый Я вот пробил по базам Оперативно Не то, что по старинке Это как? Огромный шкаф с уголовными делами Ну да Огромный шкаф Отправь информацию Бирскому Угу Алло, Миша Ну, есть вовалкаш база Скоков Георгий Павлович Имеет погашенную судимой за кражу Правда, давно дело было Лет двадцать уже прошло Ага А убитый как раз ограблен был Да, все сходится Спасибо Скоков Георгий? Ну, а че надо? А Кинчина Ивана знал? А как же Гаденыш Витрусов А где бросает? Не очень вы его любили, спасибо Ну, я сейчас Не до Не до Люблю его Так может, ты его и убил? А ну-ка, стоять! Спокойно, без фокусов Давай ноги шире Что это мне надо? Портмоне, да? Что? Что, Жора? Портмоне-то, наверное, не твое? Зачем же тебе фотографии жены и дочери Акиншина, а? Да что ты делаешь? Черт Алло, Толь Мишанин, ну я же Да, извини, понятно, что не вовремя Помощь твоя нужна Блин Срочно Адрес кидай Да Выхожу Ага О, настоящие друзья Час и бутыльников на улице не бросают, да, Толь? Смешно, мог бы и помочь Это наш главный подозреваемый, вообще-то Смотри, Глебыч Ты что творишь-то, Миш? Сейчас будет, Толь, сейчас будет Я главный Портмоне Акиншина Денег там нет, он уже успел все потратить Ну, тащи его допросную В смысле тащи? Давай, Мишанова Хотя, как вы будете его допрашивать? Глебыч, старый бабкин рецепт на кухне Спасибо Ну, да Толь, ты его там держишь вообще? Так, давай его наручниками прицепим Вот так, и все Он нормально получается Так, держи Давай Залпом Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Что это за дурелая смесь? Все, дальше я сам Ага Ну, что, Георгий Павлович Дело было так, как я вижу Поправьте меня, если я ошибаюсь А если все так, то кем не идти, хорошо? Значит, вы вчера, как и все остальные дни Были пьяны Встретили Акиншина и Ивана Ивановича Повздорили с ним Может В результате потасовки Нанесли ему несколько ударов по голове А потом еще обобрали Ну, что, зря добру пропадать, правильно? Так дело было? Я не помню Ничего Наверное, мог Замечательно Пишите Чистосердечное Это кто? Не отбирайте, пожалуйста Сын Умер два года назад Никакое количество алкоголя Не сможет заглушить эту боль Тем более вернуть вашего сына Я это уж точно знаю Я это уж точно знаю Видите? Видите? Чего видим? Каракулиете? Скоков допился до того, что с трудом ручку в руках держит А вы ему убийство молотком шьете Так мог собраться и… Да Да? Что ты говоришь? Ну смотрите Так Верни Это Ларисина Ну, не знаешь за него что? Пойдемте Сережа, неси подушку Чего? Подушку неси Держи Так, Глебыч, ты чего? Спокойно Просто наблюдайте Давай, бей Что есть силы, бей По центру бей Ты труф фотографировал? Да Покажи Вот А теперь сравни А Киньшина били сильно и точно А это на что похоже? Глебыч Мотив есть, алиби нет Бумажник при нем Убийцу взяли, все Да никого вы не взяли Сережа, поехали Я ведь ему себя в нем узнал А с этим-то что делать? Положи куда-нибудь, пусть поразбится Егор Глебыч, а куда едем-то? Расследование заново проводить Ну и что мне с тобой делать? Да Тормозни Что такое? Да это, похоже, дочка убитого Акиншина с каким-то парнем У парня синяк под глазом, интересно откуда Господи Я пойду выясню, что это было, а ты за парнем проследи Глаз с него не спускай Хорошо Проходите Ваши уже приходили? Я знаю, мне нужно еще кое-что уточнить Ваша дочь дома? Яна? Ну да Пойдемте Яна Яна, поговори с полицейским О чем мне с вами разговаривать? Спасибо, дальше мы сами Яна, я понимаю, что у тебя сейчас не то настроение, но я искренне хочу найти убийцу твоего отца Кто бы сомневался Скажи, а тот парень, что так некрасиво ввел себя на улице, кто он? Вы что, следите за мной? Нет, случайно заметил, не более Самвел Джанаев, мой парень, а что? Скажи, а он так всегда себя ведет? Да не, я просто свиданку отменила Папа умер, какие тут могут быть гулянки Самвел обиделся Сказал почему-то, что мне сейчас с ним будет лучше Так ничего особенного А синяк у него под глазом откуда? Не признался Понятно Спасибо Да дурость все это Молодо, зелено Обжимаются, распекутся То есть вы с супругом спокойно смотрели на отношения дочери? Я-то да Ваня не особо Но его понять можно Самвел этот вообще непонятно чем занимается Бездельник какой-то То есть Иван Иванович был против, чтобы эти отношения развивались? Против? Это мягко сказано Его терпеть не мог На днях вообще дал ему в глаз Тот что-то ляпнул, чтобы ему плевать на наше мнение Хорошо, спасибо Алло, Матюх Я сейчас подъеду Ты главное его не упусти и сам не геройствуй Ты где сейчас? Да я тут за углом На Байгильде на 46 Это Егор Глебович, я немного упустил его Матюха, ну как же так-то? Да вы не переживайте, он далеко не мог уйти Я его найду Ладно, давай Ты чего следишь за мной? Кто такой? Спокойно, полиция Какая еще полиция? Чего так нервничать? Стоять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же сказал, я исполит! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, не надо, а? Меня в детдоме столько разбили, как на собаке все заживало. Так, ты не вертись, так быстрей пройдет. Сейчас я. Ты куда? Начинается. Что? Он проголодался. Драка, между прочим, много энергии забирает. Вот вообще странно. Ешь, как не в себя, все худющее, как не в коня корм. Миша бы так. У меня пора у Дагонча. Как там Скоков? Да спит, как младенец. Да проси задержанного. Не вопрос. А ты еще кто такой? Всех уволю, со всеми разберусь. Кого ты там уволишь? Ты нам не начальник. На Акиншина тоже угрозой не действовали? Оттуда и Синяк? Расплох застал меня. Понятно. Он был категорически против ваших отношений с его дочерью. Вот вы его и убили. Кто убил? Я убил? Не было такого. Я Иван Иванович уважал. Теплые отношения у нас были. Как старший брат он мне был. Странно. У нас другая инфа. И Синяк еще этот. Сейчас я вам расскажу как было. Шел я по улице по своим делам. Гляжу Иван Иванович. Ну, надо поздороваться. Контакт наладить. И что-то пошло не так? Не в духе он был. Злой как пес. Слушать меня даже не стал. А я упрямый. И вот. А че он злой-то был как пес? А когда и где это было? Три дня назад. Возле магазина сантехники. Он вроде оттуда и вышел. Так. А два дня назад он смеситель менял. Который купил, наверное, в этом магазине сантехники. Ладно. Пиши адрес магазина. Как это случилось? Саркома Юинга. Сколько ему было? Тринадцать. Несчастливое число, да? Вся жизнь впереди. Соболезную. Ты тоже кого-то терял? А тебя давно ел? Да. Матюх, пирожки остались? Нет. А там было-то всего пару штук. Ага. Где бабки на пирожки? Сейчас принесу. Ну, Сережа. Глебыч, что бы ты ни увидел в этом Скокове, он не ты. Толь, давай не сейчас, а? Всех не спасешь. ТЕЛЕЙ СИСТРА ТЕЛЕР ТЕЛЕР Здравствуйте. Могу вам чем-то помочь? Очень на это надеюсь. Две недели назад у вас был покупатель, он смеситель покупал. Акиншин Иван Иванович. Вы его не помните? Так всех не упомнишь. Он был здесь еще три дня назад и, возможно, здесь произошел какой-то конфликт. Не знаю. Я в тот день был на больничном, извините. Скажите, а можно посмотреть записи с камер видеонаблюдения? Я не уверен, что они сохранились. Ну вот и проверим. Разумеется. Идемте. Ух ты. Мурамурный унитаз? Угу. У меня просто квартира вот-вот сдается. А сколько стоит такое? О, с легким паром. Спасибо. Давно не чувствовал себя таким свежим. Но будем считать, что это начало новой жизни. Угу. Так, Жор. Эта потеря всегда будет с тобой. От нее не убежать. Нужно научиться с этим жить. Да. Да ты все правильно говоришь. Спасибо, Егор. Держи. Слушай, а все-таки, как он у тебя оказался? Наверное, подобрал где-нибудь. А сам уже и не помню. Чуть не сгубило меня это любопытство. Ну, да. Чек из магазина сантехники. Розыгрыш приза. Слушай, Жор, а можно взять твой плач на пару часов? Ну, что, нашли, что хотели? А вот это вот кто? Тот, что в костюме? Кочергин Эдуард Семенович, наш директор. Он как раз с Акиншиным. Только не могу разглядеть, а что у него в руке. Бумажка какая-то, не знаю. А как связаться с вашим директором? Я могу номер дать. Вообще, он сам к вечеру в магазин приезжает, чтобы подвести итоги. Это хорошо. Но номер все-таки дайте. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мужик, ты кто такой? Катяник, стой, стой! Глебыч, а что за маскарад? Проверьте, короче, что хочу. Побудь в машине. Я сейчас. Гибкий шланг, то есть можно снять полик там раком. И есть также у него отдельный кран для воды, питьевой. То есть можно подключить фильтр. Уважаемый, будьте любезны. Я тут прикупил кое-что у вас. Брис, обещали разыграть. Так не подскажешь, какие там новости-то? Так уже все разыграли. Ё-моё. Так это, может, я и выиграл? Вряд ли. Победитель уже забрал выигрыш. Как? Стой, стой, стой. И что, много там было? Три миллиона. Ядрен батон. Так это, ну-ка давай-ка проверим. Давайте, что с вами поделаешь. Эдуард Семенович! Можно пару вопросов? Да, конечно, можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вспомните, пожалуйста, три дня назад у вас был покупатель, и вы с ним сильно ругались. Почему? Да, кажется, кто-то был. Проблемы с товаром. Брак. Такое сплошь и рядом происходит. Обычное дело. Брак. Ага. Со смесителем. Ну да. И все. Да, все. Извините, мне пора. Угу. Так а что ж получается? Мой приз отдали кому-то другому? Как же так? Ничего не понимаю. Давайте я еще раз проверю номер вашего. Да хватит уже! Проверял только что! Где мой приз? Жень, что тут у тебя? Вот пытаемся выяснить, почему приз отдали другому. А, да. Извините, это какая-то путаница. Приз действительно отдали. И кому же? Одной женщине. Это же не ваше дело, согласитесь. Не мое дело. Этот чек принадлежит не женщине. Деньги должен забрать мужчина. Глебыч, ты чего так долго? Вот пытаюсь выяснить, почему по чеку получил приз кто-то другой. Хотя этот чек окиньшина. Возможно, я уже что-то путаю. Надо бы все проверить. Вообще, какая разница? Подождите. Эдор Семенович, а может быть вы ссорились с Акиньшином из-за чека? Со смесителем все в порядке. Я сам видел. Получается, вы на улице мне соврали? Так, никому я не врал. Сейчас во всем разберемся. Секунду, я ноутбук из машины принесу, и все выясним. Слушай, у меня такое впечатление, что это Кочергин убило Киншина. Вот из-за этих вот трех миллионов. А еще то, что нас развели, как лохов. Упустили мы его, Глебович. Что делать будем? Да что это все значит? А вы все это время, конечно, прикрывали своего босса. Это нормально. Но сейчас не тот случай. Кочергин подозреваемый в убийстве. Говорите, куда он поехал? Я мысли считать не умею. Адрес Кочергина, быстро! Чернова, 174, пятый подъезд. Думаешь, домой рванулся? Не знаю. Посмотрим. Да, Галь, буду должен. Спасибо вам за все. Да это не ко мне. Глебовича благодарите. И все же спасибо. И ему тоже передайте. Может быть, дождетесь его? Да и куда вы без пальто? Тепло уже. Не беспокойтесь. Не подведите его, Глебовича. Ну, почему же он домой-то не вернулся, если запланировал податься в бега? Дома же документы, деньги, вещи. Да по большому счету, чтобы податься в бега, нужны только деньги. Что ты хочешь этим сказать? Ну, вряд ли он домой поедет. Ну, не будет он так рисковать. А деньги у него в банке или на карте, ну, как у всех нормальных людей. Просто ты к ним не относишься, Глебович. Меня все устраивает. А ты что имеешь в виду? Так. Толя пробил его счета. Деньги он хранит на Юникум-стритбанке. И здесь за углом есть отделение с банкоматом. Молодца. Ну, вот и банк. Надеюсь, ты был прав. Ну, что, здесь будем ждать или внутрь зайдем? Опа. Стоять! Полиция стоять! Ну, что, набегался, сволочи? Ничего не докажете, слышите? Ничего. Угомонись, пошли. Все улики налицо. Мы проверили ваши компьютеры, Акиншин действительно выиграл приз. Но вы ему его не отдали, правильно? Этот магазин – мой первый бизнес. Я вложил все. Набрал кредитов. И как вас это оправдывает? Никак. Надо было привлечь покупателей. Стимулирующая лотерея. Отличный план, да? Да. Только если розыгрыш честный. Да победить должен был пустой чек. Деньги должны были остаться в кассе. Это сбой программы. Какая-то ошибка. То есть, вы просто не захотели отдавать три миллиона, и поэтому убили хорошего человека? Да мне нечем было отдавать. Понимаете? Нечем. Этот хмырь еще стал угрожать судом, полицией. Мне что оставалось сделать? С голым задом по миру пойти, да? Ну, дела можно было поправить. А человеческую жизнь не вернешь. И вашу тоже. От чека почему не избавились? В темноте. Западниковал. Да и где он был, я его не нашел. Поэтому я выкреб все у него из карманов, ну, типа ограбления. А потом раскидал по району. О, Глебыч, не успел ты своему дружку пальто отдать. Он что, ушел уже? Ну да. Да, в принципе, реально теплеет. Плюс согреется. А чего мужика выгнали? Никто его не выгонял, сам ушел. Просто он там на входе. Жора, ну, твою дивизию. Давай вставай. Вставай. Что ж необычай. И свободен. Свободен, свободен. Можешь идти. Вон твой дом. Там. Пойдем? Нет, не могу. Дела. Давай. Да, ты был прав. Всех не спасти. Спасибо. 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 Спасибо.